В канун Нового 2023 года отметил свой юбилей вокзал на станции Ульяновск-1, известный как Старый вокзал. 70 лет назад, 4 января 1953 года, Ульяновская правда написала, новый вокзал – одно из красивых и самое высокое здание в Ульяновске. Центральная часть вокзала, башня со шпилем, достигает высоту 38 метров. Вокзал был построен на месте старого одноэтажного симбирского вокзала, возведенного в 1898 году. Именно первый вокзал пережил очень много. Он пережил гражданскую войну. С момента Великой Отечественной войны, когда население нашего города увеличилось в два раза, он приобрел очень серьезное оборонное значение, увеличились промышленные перевозки, была введена в строй Волжская ракада, которая фактически еще более расширила пути сообщений и поток пассажиров. В годы войны старое здание вокзала перестало справляться с огромным потоком пассажиров. Вопрос о строительстве нового здания поднимался не раз, начиная с конца 1930-х годов. По первому проекту здание вокзала должно было состоять из трех частей. Каменная центральная часть и два крыла, которые были деревянными. Но вот как раз на деревянные крылья наши представители городской власти не согласились, указав все-таки на то, что помимо всего прочего и большого пассажиропотока, это родина Ленина. Строительные работы начались в мае 1951 года. Автор проекта – известный архитектор Михаил Готлиб. Лично прибыло осуществлять авторский надзор. В декабре 1952 года строительство нового здания железнодорожного вокзала было закончено. Около входа стояли статуи колхозницы и рабочего. При том, что интересно, они были в парадной одежде, а их принадлежность к социальным группам обозначалась снопом и чертежом с набором инструментов. Но, тем не менее, к сожалению, на сегодняшний день этих статуй нет. Вокзал в первоначальном виде теперь можно увидеть только на фотографиях, которые хранятся в Государственном архиве Ульяновской области. Однако в обновленном виде он по-прежнему является наиболее красивым объектом культурного наследия, выполненного в стиле сталинского ампира.